сегодня вы познакомитесь с самим собой глубже от того как мы знаем себя от этого зависит как мы сближаемся с другим и с этим миром вот вы часто спрашиваете меня моем состоянии почему и как мне удается быть такой умиротворенной и высчитывайте вот это состояние моего баланса внутреннего да и жизнь выстраивается соответствии с таким внутренним настроем и состоянием это потому что я очень хорошо знаю себя я знаю свои внутренние комплексы свои задачи в связи с этим и научилась альтернативе действий альтернативу альтернативе видения и связи с этим образовалась но образовался новый паттерн поведения и тем самым выстроилась новая жизнь новая система матрица моей жизни то есть вот то есть то что сегодня мы с вами будем проходить и прорабатывать это можно сказать весь мой опыт психотерапии с моими клиентами с самой собой обучение и так далее то есть сегодня мы будем разбирать всем комплексов всем наших внутренних демонов которые мешают нам быть самими собой мешает нам быть в гармонии в балансе в матрице системы этого мира нас отбрасывает куда-то туда где мы не чувствуем себя счастливыми вот поэтому потихонечку начнем хотела бы провести сейчас опрос скажите почему вы здесь ради своих клиентов или ради себя это очень важно для себя же понимать вот напишите для себя или как психологу как коучу вам пока важно здесь быть сегодня поработать для себя да да конечно очень важно тоже для себя отработать все эти комплексы схемы и только тогда мы сможем перенести это на своих клиентов работу со своими клиентами до ради себя и ради клиентов но вот большинство ради себя поэтому буду конечно же делать акцент на практиках и ну и понятно что буду объяснять не то что объяснять вы будете понимать все равно как работать с клиентами через практике и через понимание вообще всей этой информации работы много хоть сразу хочу сказать не знаю ложимся не уложимся в два часа ну если что будем переносить на следующий день или продлим до трех часов посмотрим в общем большинство из нас страдают от одиночества от внутреннего одиночества от одиночества в паре в семье в обществе на кто-то тут расходится с мужчиной каждый из вас сейчас находится на разных этапах своей жизни и этот вебинар он вам очень подойдет кем бы вы сейчас не были в статусе развода статусе невесты статусе жены статусе любовницы статусе женщины абсолютно без разницы и также мужчинам одиноким в паре и так далее без разницы абсолютно всем подходит абсолютно та информация та информация о вас а сам о сами их себе и как это как с этим быть как функционировать в этом мире как функционирует мир с вами когда вы находитесь собственных комплексах и так мы разберем природу страдания природу бреды близости и одиночества значит сейчас информация так скажем из сексологии и сексологи об этом знают что когда мужчина и женщина находятся в паре есть два таких события важных самых важных это секс и скандал на чек секс я имею ввиду это как слияние душ как как ощущение тепла и принятия любви и нам кажется что здесь возникает какая-то близость но близости секс прошу принять к сведению это не одно и то же и скандал из-за каких-то бытовых проблем из-за каких-то там любых прояснений скандал и тогда когда мы как будто бы понимаем что между нами нет ничего общего возникает такое состояние одиночество когда вот скандал после скандальное так такое состояние состояние такого депрессивного депрессивной усталости не депрессия они путают тоже депрессивной усталости возникает состояние одиночества и вот эти два события секс и скандал могут быть разделены несколькими минутами неделями и месяцами и вот мы сейчас с вами просмотр посмотрим простую математику близости значит если такое это правило сексологов если случаев секса больше чем скандалов все очень неплохо но если наоборот больше скандалов меньше секса то этой паре очень трудно удерживаться вместе и это эти отношения превращаются совместно в совместное страдание но и как вы понимаете все секс сексу розы да и скандал скандал розы да тоже нужно это учитывать сейчас мы рассмотрим более такую сложную математику отношений близости близости не отношений близости сразу скажу значит если что-то непонятно не нужно сейчас задавать вопросы предлагаю пересмотреть пересмотреть потому что информация такая что будет сопротивление очень сильные выйти слушать такую информацию что будет думали начал с ума сошла да ну нахрен это не со мной да нет это вообще такого не может быть да ну фигня какая-то ну поверьте эта информация которая здесь передо мной это вот я вам покажу стал муд который мы сегодня будем проходить это 90 листов это информация собрана ну так скажем за все годы моего обучения и это не придумано с потолка взяты это проработано как самой собой так и с моими клиентами и вообще клинить с клиническими случаями из практики интервизии супервизии ну личной терапии и естественно психотерапии с моими клиентами вот поэтому если будут сопротивление просто принимайте до сопротивляюсь да злюсь да не понимаю информацию но пересмотрю посмотрю как на это можно еще посмотреть так чтобы ну потому что в любом случае я буду аргументировать вот но сопротивление не избежать и так более сложная математика близости очень важно сколько времени проходит между двумя событиями секс и скандал час или месяц смотрите значит какие формулы например формула влюбленности формула влюбленности это когда от секса до скандала примерно ну неделя а от скандала и до секса час тогда люди находятся вот в такой стадии влюбленности друг другу понятно да значит если вот например формула близости а формула тогда когда люди ну не близки друг с другом это тогда когда от секса до скандала проходит меньше времени чем от скандала до секса понятно да то есть увеличивается время между скандалом и сексом то есть очень важно сокращать вот это время когда ну то что это не надо специально делать вы просто можете сейчас проанализировать свои отношения да то есть если между скандалами и сексом большое расстояние дату скандал прошел и у вас месяц перерыв то здесь говорит о том что вы находитесь ну так скажем не в близких отношениях там очень мало близости вот и если от секса до скандала от секса смотрите до скандала один час то есть вы позанимались сексом и вот разругались вы через час а че а после скандала у вас большое расстояние до секса то это пара вообще находится нас на грани распада вот значит если немножечко запутались то пересмотрите заново я не хочу на этом отвлекаться потому что информации очень много так вы должны понимать что есть такие весы отношений где есть негативное позитивное и вот наша психика придает большее значение негативным событиям но это в связи с эволюцией вы наверное понимаете да что раньше было опасно так скажем до жить и люди за по ним запоминали когда на них нападали животные нужно было больше концентрироваться на каких-то негативных событиях нежели позитивных позитивном опыте поэтому эволюция она нас делала более внимательными и больше энергии психической забирать на негативные события поэтому вот например вы нашли 10 рублей и потеряли то есть 10 рублей и нашли 10 рублей это не одно и то же для того чтобы компенсировать потерю 10 рублей нужно не 10 рублей найти а нужно найти уже 20 30 40 рублей вместо десяти потому что ваша психика до такой степени расстраивается что нужно компенсировать не 10 уже рублями а 30 или 40 поэтому когда происходит скандалы в паре то секс да он не так компенсирует или какие-то положительные моменты не так компенсирует не в равной степени то есть если на чашу весов мы сейчас положим два негативных события каких-то в паре 2 негативных всего то их компенсии компенсировать могут только 100 каких-то позитивных событий понятно да то есть всегда чаша весов негатива всегда перевешивает то есть вот парочка скандалов а здесь должно быть вот очень очень много положительного весового тогда пара она более менее удерживается стабильно вот потому что смотрите что происходит сознательно или неосознанно люди наказывают других отсутствием секса отсутствием секса или отсутствием близости это делать как мужчины так и женщины не думайте что только женщины вот не дают заниматься сексом мужчинам до их наказывать нет мужчины то же самое делают и часто боятся близости держат дистанцию помню о том что после близости может быть скандал то есть вы иногда бессознательно боитесь начинать близость с человеком до какую-то потому что знаете что после этого вам все равно дадут ложкой полбу что-то опять плохое произойдет а это болезненно для вас вот поэтому здесь тоже это нужно видеть наблюдать в своей паре или будущих отношениях знать что такое тоже может происходить так близость не равна сексу большинство людей приравнивают секс к проявлением близости но что такое близость для многих это объятия для и для некоторых это понимание мыслей и и чувств партнера да хорошо если это одно и то ну одно это же в купе и близость обнимашечки да и плюс понимание и чувств и мыслей и действий партнера да вот это вот близость близость не равно секс секс это иногда является секс просто сбросом напряжения иногда секс может быть элементом манипуляции какой-то даже контроля другого вы это знаете хорошо да или сброс например тревоги какой-то да то есть вот сексуально зависимые люди они до такой степени тревожны что они на самом деле вот смотрят порнофильмы там все время ищут какого-то партнера для секса самом деле это просто тревога и таким образом они бессознательно сбрасываю через секс свою внутреннюю тревожность так вот куда же исчезает близость когда пара хотела сидеть на одном стуле они было обызались каждую секунду они не могли раз вязать руки и они все время были друг как будто бы вдруг друг в друге и вдруг происходит так что они не хотят слышать абсолютно ничего друг о друге они как будто бы становятся чужими и что же случилось на самом деле в первом случае никакой близости между ними не было здесь была проекция своего идеала на другого на этого партнера и когда люди разошлись поссорились это идеализация так скажем она развеялась и таким образом пара просто стали чужими друг другу то есть близость по сути она была здесь иллюзией в другом случае это тогда когда пара на самом деле были они близки друг другу но они не хотят друг друга слышать только потому что они упали в морок взаимных обвинений негативного опыта накопленного негативного опыта и поэтому они сейчас испытывают одиночество и непонимание как раз таки одиночество и непонимание вот это является иллюзией в этой паре на самом деле же здесь большая близость может быть но она прикрыта облаками как раз негативного накопленного опыта очень большое значение сейчас обратите внимание играет эффект финала отношений расставание то есть если пара вообще финал он всегда меняет все произведение например мы можем наблюдать какую-то положительную пару вроде бы все замечательно при реально люди были близости жили много лет и так далее и вот они расстаются очень с громким каким-то скандалом и очень негативно очень расстаются тогда наш мозг воспринимает как все их отношения были негативными и эта пара никогда не подходи они друг другу не подходили вот что считывает наш мозг и эти отношения вообще были ужасными вот и смотрите какой эффект финала это очень важно сейчас проанализировать мы сейчас делаем упражнение если расстались плохо то отношения были плохими всегда так воспринимает наш мозг поэтому важно учитывать финал и как вообще расставаться и на будущее и прошлых ваших отношениях с любыми людьми абсолютно это не только мужчины и женщины да это могут быть ваши родственники какие-то друзья партнеры по бизнесу то есть на самом деле сейчас делаем упражнение поймете вот представьте подумайте о ком-то в прошлом в близко близком возлюбленном или друге с кем-то вы нехорошо расстались вот представьте себе и вы не хотите с этим человеком встречаться и вот сейчас дайте название этим отношениям двумя словами буквально двумя словами дайте название этим отношениям вот вы назвали как-то эти отношения и вот сейчас вот оцените насколько эффект финала окрасил ваше название и воспоминания вот вот здесь вот как раз вы можете оценить какими были все отношения и насколько важно учитывать что есть эффект финала поняли да в чем суть что эффект финала он влияет на все отношения но на самом деле это же не так это только расставание было таким но возможно там было хорошее хорошее отношение близость если проанализировать давайте сейчас рассмотрим что такое одиночество и близость и что первично экзистенциальные психологи утверждают что человек рождается один умирает один и по сути всегда глубоко одинок и поэтому отсюда возникает терапия такой знаете ответственности за себя за свою жизнь жизнь действий то есть признание неизбежности своего одиночества и например религии до большинство религий считают что человек отказался от такого рая где было все изобилие близость красота и вдруг человек отделился сам и стал одиноким вот в районе то есть была близость и одиночество этой результат такой сепарации то есть это так как это термин забыла где божественная философия спали забыла но она неважно общем это большинство религий так позиционируется итак сейчас мы увидим с вами как мы можем выйти за пределы ограничений сейчас мы сделаем упражнение то есть на самом деле если рассматривать все вообще любые отношения романтические влюбленность одиночество близость все это является нашей иллюзией мы сейчас это увидим итак давайте вспомним три момента максимального одиночества вашей жизни вспомните три момента вы можете это записать либо как-то внутри себя зафиксировать три момента максимального одиночества и что в них общего что в них общее общего как обстоятельства создавали эти моменты и как я сам создавал это одиночество я предлагаю не записывать а немного может быть фиксировать как-то свои тетрадочки какими-то словами чтобы вы могли потом вернуться к этому чтобы вы не забыли но вообще это воображение в сохранится в памяти сохранится в памяти ваше представление об этом да и вы можете потом вернуться опять к этому упражнению и его сделать заново более более глубоко но сейчас поверьте вот то что мы сейчас делаем это не не меньше эффект сыграет поэтому для себя зафиксируйте что было общего у этих трех моментов одиночества какие обстоятельства создавали эти моменты и как я создавал это как я лично создавал это за счет каких мыслей переживаний вы создавали состоянии одиночества здесь очень важно вот прочувствовать вот этот вот рецепт вашего вашего изготовления одиночества вот не побоюсь вот такого вот прям ответственности за это состояние то есть как вы изготавливали что общего было в этих рецептах до трех рецептах и вот о выделите какой-то один общий ключевой нарратив в этих трех моментах страданий от одиночества а теперь переходим к следующему упражнению сразу же вспомните пожалуйста три момента максимальной близости три момента максимальной близости что в них общего что в них общего как обстоятельства создавали эти моменты и как вы сами их создавали то есть все то же самое как мы сделали проделали сейчас одиночеством только мы делаем это с близостью как вы сами создавали то есть рецепт рецепт этой близости внутренних ваших чувств как вы создали эти моменты как вы чувствуете близость и вот сейчас давайте в данный момент увидим как мы создаем это здесь и сейчас и близости одиночества смотрите можете ли вы в данный момент превратить одиноки в одинокий или в очень близкий например вот вы сейчас может быть дома 1 или 1 смотрите этот вебинар и вы можете почувствовать одиночество но в то же время вы можете поменять концепцию своего рецепта и превратить это наоборот в близость что мы сейчас 140 человек в эфире мы сейчас не одним и сейчас я сейчас вот большой компании женщин мужчин с вероникой хацкевич я долго к этому готовился и у меня есть внутри ощущение близости момента вы сейчас каждый из вас можете создавать либо одиночество либо близость попробуйте сделать это это прочувствовать у вас есть рецепт мы только что сделали упражнение мы сделали упражнение на одиночество когда вы это вспомнили то есть вы создали это сами своей головой мы только что сделали близость вы точно также создали это своей головой своими мыслями своими ощущениями и вот сейчас данный момент я вам предлагаю почувствовать и одиночество когда я один провалиться в него и прочувствовать близость когда я не один нас много и сейчас происходит момент работы над собой под познание себя это так интересно так здорово по сути вам нужно увидеть что то что вы сейчас создаете это одна и та же энергия сознания мы сами выбираем наше состояние за счет своего ума и вы это себе сейчас только что доказали только тогда когда вы можете это замечать за собой происходит естественное самоосвобождение то есть вы не попадаете в ловушку одиночество вы вы выбираете что сейчас чувствовать это очень легко это простые вещи простые вещи сейчас мы с вами поговорим а проекции своей тени у нас есть божественная внутренняя тень да и у нас есть негативная тень божественная когда мы влюбляемся мы проецируем свою божественную тень на нашего партнёра то есть нашу тонкость наш ум наши ресурсы глубину и энергию мы проецируем на нашего партнёра во время влюбленности. Но когда возникают моменты разочарования, ссоры, скандалов и так далее, мы проецируем свою негативную тень на другого. То есть это какую-то черствость, тупость, поверхностность, лень, нежелание развиваться, скупость. На самом деле, когда вы это чувствуете, это ваша негативная тень. Мы сейчас будем все это наблюдать в упражнениях. Вы будете видеть свои тени и ваши комплексы. Непонимание другого, оно тесно связано с проекцией нашей собственной тени на другого. Настоящее одиночество, это тогда, когда я не в контакте с собой. И поэтому я проецирую все, что во мне без контакта, так скажем, это и есть наша тень, когда мы не видим, что в нас происходит, что в нас вообще есть. Мы это не видим, мы не в контакте с собой, мы себя не знаем. И тогда у нас очень хорошо, мы видим это в другом. Например, женщина обвиняет мужчину. Ты мне не позвонил. Что в этот момент негативного, например, она чувствует? Ревность, обиду, зависть, что он может быть где-то был в хорошем каком-то месте там, и вот я и завидую, что вот он меня не взял, а он где-то там был. И в этот момент, когда женщина обвиняет другого в том, что он такой вот чёрствый и такой вот неэмпатичный, такой скупой или там поверхностный, тупой, как не догадался мне позвонить, меня позвать или что-то в этом роде, да, женщина на самом деле находится в состоянии ревности, она это выбросила в тень, она это не хочет замечать, и она нападает на другого, так как она не в контакте своей ревности, она не принимает это чувство, она не хочет это принять и сказать сама себе, да, я сейчас ревную, есть ли повод для этого, да, я сейчас завидую, есть ли повод для этого, то есть какие-то набросить для себя альтернативы, принять свою тень зависти и ревности, и я начинаю набрасывать это на другого, то есть я не не в контакте, я в захвате, я в, не чувства во мне, я их интегрировала, я их чувствую, и я тогда могу быть самой собой в контакте, а я начин, меня чувства захватили, то есть главенствуют тут чувства, и тогда я начинаю нападать на другого, так и работает тень, когда я не в контакте с собой, я себя плохо знаю, я не знаю своих вообще теневых сторон, я не знаю своих комплексов, и поэтому возникает на самом деле одиночество, вот тогда, когда контакта нет, возникает вот это одиночество, непонимание, а на самом деле мы не понимаем самих себя, то есть нам кажется, что нас не понимают, а это мы не понимаем самих себя, вы почувствуете разницу, я, если не понимаете сейчас о чем я, пересмотрите, это очень глубокий сейчас момент, и люди путают, непонимание другого путают с непониманием самих себя, это ключевая сейчас история, давайте с вами разделим для простоты понимания иллюзорную близость и близость естественную, значит, иллюзорная близость, это тогда, когда я проецирую свою божественную тень на другого, ну, то есть я приписываю другому, когда я в слиянии нахожусь с другим, когда я испытываю вот это вот блаженство, на самом деле я проецирую себя со все самое прекрасное на другого, и близость естественная, это когда я не проецирую ничего на другого, а и эта близость, она нам от природы на самом деле присуща, но ее нужно вытащить на поверхность, мы сегодня будем как раз вот этим заниматься, мы будем избавляться от иллюзий о самих себе и о других, для того, чтобы иметь контакт с собой, для того, чтобы с этим миром быть в контакте и с другими тоже, тогда мы начинаем понимать и себя, и следственно, мы начинаем понимать других и меньше претензий, меньше проекций, меньше вообще раздражения и всего остального, тогда все дары этого мира открываются перед нами, и также я хочу, чтобы вы понимали, что такое одиночество как иллюзия отверженности, то есть мы говорили вот об этом божественном, об этом заложенный нас архетип из религии, когда нас отвергли, нас выгнали из рая, за то, что мы там откусили это яблоко, нас выгнали из рая, и мы стали одинокими, то есть это иллюзия отверженности, есть такое одиночество, а есть одиночество другое, то, которое как раз-таки нам поможет соединиться с самим собой и с другими, быть в близости, в настоящей, а не через призму иллюзий и проекций, что такое одиночество настоящее, это уединение, уединение с самим собой, то есть это близость с самим собой, уединение, то есть мы научимся сегодня с вами трансформировать одиночество в уединение, и это как раз нам необходимо для близости с другими, какой путь к настоящей близости, это самопознание, конечно, это самопознание, через уединение, которое путают с одиночеством, очень часто женщины чувствуют себя одинокими, ибо даже не женщины, вообще большинство людей чувствуют себя одинокими в тот момент, когда они на самом деле находятся в уединении, и здесь очень много всего ресурсного для нас открывается, но человек впадает в те самые травмы, которые мы потом с вами разберем, и выбирает иллюзию неотверженного, иллюзию отвергнутого, когда он теряет ресурсы, а не собирает их, не собирает эти дары нашего мира, когда мы можем как раз таки воспользоваться, когда мы состояние уединения, пока мы не развернемся к себе, мы не узнаем себя, и мы не сможем увидеть другого, потому что мы будем заполнены собственными проекциями, и тогда о какой близости может идти речь, мы никогда не сможем быть близкими, вот вы знаете, я сейчас живу такую интересную жизнь, какой не жила никогда до этого, то есть сегодня я очищена от проекции, от комплексов, очень хорошо знаю себя, и вы не представляете, как классно жить когда ты умеешь пользоваться таким даром, как близость с другими, как близость с друзьями, как близость с партнерами, как близость со своим мужчиной, как близость со своим ребенком, это невероятно ресурсное такое свойство, чем больше я себя познаю, тем меньше остается нашего эго, самопознание оно ведет нас к растворению нашего эго и появляется после вот этого личного когда вот наше эго растворилось появляется появляется коллективное бессознательное и наше эго становится все менее и менее заметным то есть оно растворяется и появляется такое пространство где мы все становится менее значимым это такой путь духовности это мы мы бессознательно все к этому стремимся потому что где-то мы это увидели где-то мы это прочувствовали и бессознательно мы это хотим даже если мы это не видим сознательно мы все равно все к этому стремимся но вопрос в том кто-то заходит доходит до этого до этой точки и и получает вот этот катарсис чистой любви чистого себя или все-таки борется с витринными мельницами по сути против себя потому что есть такой парадокс для того чтобы приобрести себя нужно от себя еще избавиться интересно да поэтому для того чтобы создать просторное пространство без нашего культивированного эго необходимо знать себя познавать себя сейчас мы это будем делать с вами в пустоте нашего сознания где растворено наше эго появляется настоящее понимание другого начинается настоящая близость и формула этой близости это близость со всем миром она абсолютно естественна и в ней нет никакого одиночества априори там есть уединение а вот когда эго растворено мы чувствуем естественное уединение и естественную близость самим собой и с другими то есть только после того как мы приближаемся через вот эту вот вот это личное сначала бессознательное у нас появляется в связи с самопознанием потом оно переходит на стадию коллективного бессознательного когда мы проходим вот этот вот путь психо духовно психологический или психологический духовный вот или духовный как хотите потому что я все равно духовно связываюсь с психологией и только тогда мы постигаем вот это состояние пространства когда эго растворилось когда есть только ты сам естественный вот этот вот естественное я но не как эго а именно мое истинное я и так сейчас мы с вами познакомимся с комплексами это очень интересно перед тем как мы будем знакомиться мы сделаем с вами очень серьезное упражнение я вас вам предлагаю расслабиться сесть поудобнее отложить пока что ваши ручки тетрадки и знаете как смотрите на основании этого упражнения будут проявляться какие-то в дальнейшем мы будем возвращаться как бы к этому упражнению вы будете возвращаться к себе себя анализировать потому что я буду вам говорить про другие уже комплексы но на основании вот этого упражнения поэтому у вас в памяти останется это упражнение но просто позвольте так скажем прожить его сейчас в 6D это с внутренним воображением с запахами со вкусами с внутренними и внешними ощущениями вот прям себе фильм себя чувствуете в этом фильме не со стороны а вот как будто бы вот я это сейчас проживаю давайте это сделаем так что как будто бы вам снится сон вот давайте вот прям сейчас расслабляйтесь садитесь удобно чтобы вам ничего не мешало но только не засыпать потому что сейчас будет анализ анализ значит вам снится сон очень такой яркий цветной наполнен звуками запахами и телесными ощущениями вы плывете на корабле этот корабль может быть любой из любой эпохи или из будущего как вам удобно и вот корабль терпит крушение вы спасаетесь один вы уцепились за какой-то плавучий обломок и вас выбросило на какой-то необитаемый остров проживайте пожалуйста сейчас все чувства и для себя запоминайте как бы внутри фиксируйте что вы чувствуете вот это должно быть сейчас как по-настоящему мой голос вас не отвлекает потому что воображение прекрасно работает и с какими-то дополнительными голосами с дополнительными инструкциями прекрасно работает воображение ваше значит вы видите необитаемый остров вы плывете к нему и вы почти без сил падаете на прибрежный песок у вас нет никаких средств связи и остров находится вдали от морских путей то есть связи не будет и никого вы не дозоветесь вот вы отдохнули один час полежали уже и вот сейчас какие ваши действия и сейчас позвольте вашей фантазии развернуться пусть эта фантазия разворачивается сама собой проживайте что там происходит я сейчас уже не комментирую вам не говорю что что там происходит вы сейчас сами разворачивайте эту фантазию смотрите как устроен остров что вы на нем делаете как вы себя чувствуете что видите что слышите какие там запахи присутствуют и какое главное чувство вы испытываете на этом острове я дам вам еще чуть-чуть времени пофантазируйте главное прочувствуйте себя в этой картинке максимально погружай свои ощущения и чувства и так упражнение продолжается прошел год вы на этом острове где вы и что вы делаете вы вы совсем отвыкли от людей как это повлияло на вас и и вот однажды вы все как обычно но появляется человеческий след как вы реагируете первая реакция зафиксировали что происходит дальше и опять позвольте вашему воображению развернуться давайте возвращаться значит и вот для себя зафиксируйте произошла ли встреча с тем самым пятницей так скажем да или вы не захотели встретиться с этим человеком для вас этот человек представлял угрозу или наоборот перспектива каких-то отношений вот это понимание даст вам устройство вашего характера и психики и в связи с этим мы будем сейчас проходить комплексы и будем периодически возвращаться да очень разные у кого-то радость кто-то испугался спрятаться кто-то захотел спрятаться перспектива вернуться в удобство хочу его найти да у всех все по-разному это говорит о том что у каждого свой комплекс и мы его сейчас мы сейчас будем их разбирать и также задайте себе вопрос сможет ли этот остров быть вашим учителем я вижу что вы делитесь друг с другом хочется высказаться кто-то кто-то говорит о том что надо пойти сделать зубы вы понимаете вы фиксируйте себе все эти моменты это очень важный сейчас момент вот это вот сделать зубы кто-то там побриться захотел там еще что-то фиксируйте все потому что мы сейчас будем разбирать комплексы итак первый комплекс который очень тесно будет связан с этим упражнением это комплекс отшельника и недоверие когда мы говорим о близости и уединение это одиночестве да здесь мы не можем не говорить о комплексе отшельника что же это за комплекс такой отшельника чтобы ощутить близость доверие просто необходимо без него близости никогда не будет никогда комплекс отшельника заставляет нас не доверять никому чтобы не быть разрушенным главная чувство здесь страх и конечно же недоверие защищаясь от этого страха мы создаем ментальные тюрьмы корсеты мышечные блокировки и мы будем говорить о таком архетипы ведьмы охранника охранительницы которая живет в психике человека с комплексом отшельника она защищает вас внутри одновременно от опасности но в то же время она блокирует близость вы можете быть отшельником как в пуче центра города мегаполиса так она вас может эта хранительница ведьма спрятать и в лесу какой-нибудь или в пустыне или в башне тогда куда до вас не добраться где бы вы ни были она построила такие защиты чтобы вы никогда не соприкоснулись с другим и не увидели другого и не почувствовали близость мы сейчас говорим не о контрзависимости мы сейчас говорим вообще в других модальностях мы сейчас говорим о комплексе отшельника потому что любые сейчас комплексы мы можем назвать контрзависимостью мы сейчас будем в парадигме юнгианской психотерапии работать вот сказка про рапунцель там вот это ведьма которая запрятала девочку в башню это та девочка которая создает такие условия бессознательно это ее ведьма внутренняя охранница она создает такие условия чтобы ни один мужчина не добрался до этой до вершины этой башни то есть там 28 замков и 38 оков чтобы не никак из этой башни не выбраться к другому и вот тут важно понимать во-первых что это расщепление когда вот эта ведьма она с одной стороны охраняет ваш покой а с другой стороны она блокирует близость и здесь мы можем уже говорить о расщеплении психики внутри вас то есть это тогда расщепление она способствует как раз такие блокировки и прерыванию развития вашего духовного духовного развития оттуда конечно же о какой близости может идти речь самим собой с другими да будете терять нить будете пересматривать я уже об этом говорила кого касается этот комплекс может как будто не услышать сопротивляться не я все что угодно может быть я вам уже все сказала если мы говорим о комплексе отшельника то здесь необходима работа с телом потому что ведьма которая живет внутри вас я сейчас буду говорю о тех у кого этот комплекс она возводит стены внутри вашего тела и создает такой мышечный панцирь недоверия вот сейчас вспомните пожалуйста представьте человека которому вы не доверяете и посмотрите как сковывается ваш живот лицо тело в общем где в каких местах посмотрите вот вот прям если вы начнете представлять человека у вас тут же возникнет вот этого мышечного корсета ощущение мышечного корсета вот так работает недоверие в теле и теперь представьте человека которому вы полностью доверяете полностью доверяете посмотрите как расслабляется ваше тело вы как будто цветок раскрываетесь да поэтому здесь какой выход здесь конечно же упражнение бриллиант работа вот именно с телом на расслабление и также познание этих замков где ведьма навешала замки на ваше тело давайте теперь вспомним ссылаясь вот на упражнение да вспоминая ваша ваша ведьма хранитель начала строить безопасный дом какой-то какое-то убежище на острове стала стала выстраивать и если мы говорим о ведьме хранитель церкви о таком архетипе да я предлагаю еще включить воображение так скажем такого ангела близости он у нас есть каждый но где у кого-то он спит а у кого-то и кто больше функционирует кто побеждает ангел близости или ведьма хранитель и поэтому сейчас вот проанализируйте пожалуйста все-таки ваш ангел близости появился в вашем воображении этого упражнения на острове он позволил вам с тем с другим встретиться вы с ним встретились или вас ведьма пугала вспоминайте чем она вас пугала вспоминайте какие замки она навешала на вас или вы все-таки чувствовали безмятежность вы чувствовали радость встречи с другим перспективу отношений и вы пошли искать этого человека или вы все-таки испугались и вы начали прятаться может быть этот другой вас может быть какая-то опасность и вот здесь вам нужно понимать чем вас пугает ваша ведьма охранитель все-таки для вас этот другой след появился это для вас больше угроза или какая-то компания которая у вас появилась что победила в итоге ведьма или ангел близости для себя фиксируйте мы сейчас занимаемся анализом себя из этого вырисовывается внутренний ваш дом внутренний ваш дом какой дом вашего тела ваших чувств и вашего ума он открыт для близости или запер на замочке на замке замчища ведьмой охранителем охранником дом вашего тела это дом вашей психики когда вы встречались на острове вы должны были чувствовать что-то да и вот из этих чувств вы можете понимать какой какого веса замки на вашем теле какие замки навешала видимо на ваше тело проанализировали потом еще посмотрите поанализируйте хотите проведить такие такое интересное упражнение со своими близкими значит переходим к комплексу брошенного отвергнутого значит тестируемся кстати сейчас скажу так что у кого то есть из вас есть ведущий комплекс вы его узнаете но не исключено что присоединяются еще и другие комплексы сейчас все мы рассмотрим и вот здесь вы будете понимать о себе информацию и как с этим быть как с этим работать и как вы вообще реагируете на другого на других на самих себя да итак комплекс брошенности это страх вступив в отношения повторить детскую травму отвергнутого оставленного брошенный он так боится быть покинутым оказаться покинутым что либо совсем не вступает в отношения или он бросает сразу первым или вступает в такие отношения где кто-то в нем еще больше нуждается чаще он находит зависимого с комплексом зависимого есть комплекс брошенного и комплекс зависимого и тот брошенный он ищет зависимого бессознательно часто этот комплекс заставляет заботиться или даже спасать других забывая позаботиться о себе носом но спасение вот это спасение самоотверженность как раз базирующийся на этом комплексе брошенного она блокирует опять настоящую близость это маленький голодный ненасытившийся любовью ребенок который к себе требует огромного внимания и он как бы на ненасытившийся